Сейчас часто искажается истинное значение правильного питания, особенно в интернете, СМИ. И обычный человек, наслушавшись таких специалистов, становится жертвой домыслов и вредит своему здоровью. Убирать жиры в рационе в ноль. ППшники обычно едят всё обезжиренное и животных жиров боятся как огня. Но зато обязательно добавляют ложку оливкового масла, потому что полезно. Хотя чем отличается оливковое масло от обычного подсолнечного, они не знают. Так же, как и не знают, чем именно вредны животные жиры. Страх жиров среди ПП не обоснован. Давайте обратимся к нормам жиров, исходя из медицинских рекомендаций. Жиры обеспечивают снабжение нашего организма жиростворимыми витаминами Е, Д, К и А. И незаменимыми жирными кислотами. Линолевая кислота. Примерно от 25 до 30% энергии поставляется жирами. Пища одна треть составляет незаменимые жирные кислоты. Крупы А. Хотя это соотношение может меняться в соответствии с потреблением организма. Примерно на 40% при тяжелой мышечной работе. Говорит нам учебник физиологии. То есть, девушки весом 50 кг и при калорийности в 1500 калорий на жиры приходится 30%. 50 грамм жиров. 50 грамм это не ноль. Не нужно бояться жиров. И если вы создадите сильный дефицит жиров, это может навредить вашему здоровью. В долгосрочном перспективе. Нужно контролировать количество жиров в рационе и просто держать в рекомендуемом диапазоне от 25 до 30% от общей калорийности. И не опускайтесь. Никогда ниже 1 грамма на килограмм своего веса. От себя добавлю. Жиры дают сытость. Что очень важно, когда сидишь на диете. Убирая жиры в ноль, вы подвергаете себя риску сорваться от безумного чувства голода. Чрезмерное урезание углеводов в рационе. Вплоть к полной безуглеводки. Углеводы обычно у несведущих людей ассоциируются с лишним весом. И поэтому объявлены всеобщим злом. Отказ от углеводов, особенно простых, считается главным диетическим инструментом для жиросжигания. На самом деле углеводы являются самым важным и необходимым источником энергии для организма человека. Как простые углеводы, так и комплексные. Разница в них только в скорости усвоения. 50 грамм быстрых углеводов не сделают вас более толстым, чем 50 грамм комплексных углеводов. И даже более того, углеводы сами по себе вообще не делают нас толстыми. И отказ от углеводов не делает нас худыми. Чтобы это понять, нужно понимать суть энергобаланса в теле человека. Про это уже говорилось не раз. Но еще раз напомню, что это такое. Представьте себе, рычажные весы, на которых на одной чаше поступают калории, это сумма калорий белков, жиров и углеводов. А на другой чаше весов наши энергозатраты, в которые входит примерно 80% основной обмен, 10% термическое действие пищи, 10% дополнительной энергозатраты. Если вы потребляете с пищей меньше калорий, чем тратите, то вы будете терять вес, вне зависимости от состава вашего рациона. Если вы потребляете калорий больше, чем тратите, то вы будете набирать вес, вне зависимости от состава вашего рациона. Так что углеводы сами по себе вообще никак не влияют на состав тела. Следить нужно за калорийностью рациона. Если вы создадите дефицит калорий, то можете употреблять любое количество углеводов и при этом сжигать жир. Нужно есть много белка. Это типичная позиция. Мышца состоит из белка. Значит, если есть много белка, то он пойдет только в мышцы и не пойдет в жир. Это совсем не так. Напрямую белок и правда не идет в жир, но белок участвует в энергобалансе и организм совершенно спокойно использует аминокислоты как энергию. 1 грамм белка дает 4 калории. Некоторое необходимое организму количество белка организм использует для пластических целей, то есть для построения своих белков. Весь остальной белок будет окисляться для получения энергии. Поэтому гораздо проще и вкуснее и дешевле сразу есть углеводы. Необходимое для организма количество белка колеблется в диапазоне от 1 до 2 грамм на 1 килограмм сухой массы тела. Потребности в белке весьма индивидуальны и зависят от многих факторов. Но в любом случае для обычного человека 2 грамма будет верхней границы. Это будут простые лишние калории. Больше совсем не нужно. Только разве что в случае очень интенсивных тренировок. Профессиональных спортсменов. Ужасная чудовищная ошибка. Отказ от соли и всех соленых продуктов. Содержание натрия в организме человека примерно от 50 до 60 грамм на 70 килограмм массы тела. Приблизительно 40 процентов располагается в костной ткани. Главным образом вне клеточной жидкости. Роль натрия в организме способствует поддержанию осматического давления и жидкостях организма и водного баланса. Транспортирует аминокислоты, глюкозу, различные неорганические и органические анионы через мембраны клеток. Формирует потенциал действия посредством обмена с ионами калия. Транспортирует углекислый газ. Оказывает влияние на обмен белков. Участвует в процессе гидротации. Натрий принимает участие в синтезе желудочного сока. Координирует выделение почками продуктов обмена веществ. Активизирует некоторые ферменты поджелудочной железы и слюнных желез. Участвует в обеспечении щелочных резервов плазмы крови. Натрий полностью усваивается в организме, а также проникает через легочные петели и кожу. Его усвоение способствует витамину К и Д. Норма натрия в день от 4 до 6 грамм. Чрезмерно низкая калорийность типичная ошибка. Страстно желая получить быстрые результаты, многие ППшники прибегают к жесткому ограничению калорий. Такие жесткие ограничения в калорийности не будут быстрее сжигать жир, чем обычная диета. Организм умнее, чем мы сами. При таком огромном дефиците обмена веществ в некоторой степени замедлится. Двигательная активность упадет. Ухудшится даже работа мозга, что очень характерно для ППшников. И дело даже не в том, что это очень вредно. Откаты после таких диет чудовищны. Скинув 5 кг, потом набирают 10. Скинув 10, набирают 20 кг. При этом ухудшена работа ЖКТ внутренних органов. Нарушен гормональный баланс. В том числе проблема с щитовидной железой. Очень тяжело потом организму восстановиться. Оптимальный дефицит калорий для жиросжигания от 15-20%. В завершение я хочу сказать, что я сам высчитываю все свои калории. Употребляю различные источники белков, жиров и углеводов. Я на 100% уверен, что мой организм получает все, что ему нужно. Я слушаю сигналы своего организма и заполняю свой макрос теми продуктами, которые мне подходят. Я не являюсь жертвой страхов химической еды, ГМО и фастфуда. С огромным удовольствием ем все. При этом у меня по-настоящему правильное питание. Самый главный показатель полезности пищи – ваши собственные ощущения. Пища должна быть вкусной и не вызывать негативных последствий для ЖКТ и самочувствия. Слушайте свой организм и не слушайте телевизор. Будьте здоровы! Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok